Нам всё привезли. Два пакета и вот эту. Уже невооружённым взглядом видно, что с ним явно не всё в порядке. Всем привет! Обзорище воскресное, поэтому погнали за плюшечками, набрали себе чаёчек и 30 минут 40, приблизительно так, проведём с вами вместе под обзор чё-нибудь новенького. А чё-нибудь новенькое сегодня это, в общем-то, не особо-то даже и забытое старенькое. Я давно хотел доехать до Беверли-Хиллз Дайнер. Это старое и доброещее из 90-х годов бургерное, назовём это так, американское бургерное. Но я так и не доехал, короче. Вот не сняли мы обзор в заведении, поэтому я подумал, да у них доставка есть. Какого чёрта? Посмотрим, как они привезут. Я заказал бургеры, я заказал даже шейк, сникерс, такой же, как в Starlight Diner. Помните, да, мы делали обзор, они вроде очень похожи, по крайней мере, вы писали об этом. Все бургеры отменяются в Starlight Diner и все остальное меню, которое у них достаточно большое, все за этим коктейлем. Я даже не буду смотреть, сколько он стоит, серьёзно, я за него готов отдать деньги вообще. И у нас ещё что-то здесь осталось. Там что-то с орешками, там сливочное, там какое-то мороженое. Очень насыщенная по вкусу, карамельная, ореховая история какая-то. А я такие штуки люблю. И вот тут вот момент, то есть они мне готовы привезти. А вспоминая прошлый обзор, где помидора, помидорка Андрея Гайдуляна, отказались мне везти шейк, ну, точнее, молочные коктейли их, потому что они сказали, он приедет негодный. Вот они были красавчики. Эти согласились привезти. Вот и посмотрим, да, то есть, что для них важно, торгануть или всё-таки действительно привезти хороший продукт. В общем, заказал Беверли Хиллс Дайнер через агрегатора. Обещали за полтора часа. Уже они, кстати, опаздывают на 10 минут. Ждём, ждём дальше. Я человек терпеливый. Два часа томительного ожидания. Ну, то есть они опоздали на полчаса от заказа. И нам всё привезли. Два пакета и вот это. Как раз вот речь была про коктейль. То есть мы реально не переворачивали. Я никогда ничего не делаю специально, чтобы показать плохо. Уже невооружённым взглядом видно, что с ним явно не всё в порядке. А с ним не в порядке, потому что он пролился, понимаешь? То есть тут Беверли Хиллс даже не запарились какую-то, я не знаю, запаять хотя бы вверх. То есть здесь вот эта верхушка, вот она, вот она. Она открытая. И мне, естественно, приехала так, что спасибо большое, оно всё вот жидкое. Вот это показатель, понимаешь? Показатель отношения. То есть Беверли Хиллс считает, что им лучше получить свои там 300 рублей, но привезти мне вот такую шнягу, чтобы я весь испачкался. Если бы я в офис заказал, а у меня встреча после этого, я хочу выпить коктейль и пойти встречаться с руководителем Газпрома по поводу поставок газа куда-нибудь. А у меня здесь сникерс на галстуке. Так, ну ладно, это такое первое впечатление. Общая сумма заказа у нас получается... Сколько денег-то? Чек есть, а сумма где? А, приступить к готовке. То есть это чисто кухонный чек. А где? Дали чек отдельно? Или нет? Или только пречек? Сейчас поищем. Возможно и дали, да. Так, ладненько, давай распаковывать, посмотрим по температуре. Чек найден. 4375 рублей. Сверху нас встречает сразу комплектация. И вот в таком виде упакованная еда. Вот, смотри. Суп запечатать и положить дополнительно в бокс, они догадались. То есть двойная защита, да. А свой фирменный коктейль, а я считаю, что это фирменный коктейль, потому что про него многие говорят, они не догадались. Вот, то есть вот это упаковано уже достойно. Влажные салфетки. Что тоже дает мне понять, что в принципе обо мне позаботился. Беверли Хиллз. Так, начос. Ух, Виталя сегодня кайфанет. Смотри, сколько всяких фастфудных историй. И отдельно, отдельно они положили свои соусы к начос. Соусы к начос, в смысле, вот это все, это все к начос? Куда мне столько? Нифига себе. Реально соусы к начос. В принципе, по ощущениям, что тут тепло. Опять-таки, ну давай бахнем картошку, да. 32 градуса она остыла, и она уже жиженька, а не картошка. А вот бургер, запечатанный в фольгу, блин. Смотри, что происходит с бургером. Вот вообще с любым горячим продуктом, мучным, да. Он обратно превращается в тесто. То есть это все вымокло. 42 градуса, но при этом он теплый. Внутрь даже не буду бахать, внутри он еще потеплее. То есть бургер свое тепло сохранил. То есть то, что горячее, оно приехало более-менее теплым, я думаю, что с этим у нас вопросов особо нет. Ну, конечно, вот, ну бургеры, доставка бургеров, вот в очередной раз, я кучу раз обжигался, и все равно я это делаю, я заказываю. Все разложили. Я все оглядел своим опытным взглядом, и что хочу сказать. Да ни хрена не понятно, надо пробовать. Единственное, есть какие-то понятные вещи, наподобие вот серого бургера, который тоже вымок. То есть он изначально был стрёмного цвета, а потом он стал еще стрёмного цвета, еще и мокрый. Не возите бургеры. Я понимаю, что это, возможно, вынужденная тема, ну, заниматься доставкой, размещаться в Delivery, в Яндексе, потому что это дополнительная реклама. Если раньше Delivery Яндекс были исключительно, как бы, сервисом, то теперь это рекламная площадка. И понятное дело, что там размещаться выгодно. Берут они, кстати, за доставку. Вот если интересно, да, как работают вообще агрегаторы, то если вы пользуетесь их курьерами зелеными, желтыми, да, то они берут порядка 30%, 35% за доставку. Если вы пользуетесь своими курьерами, но хотите размещаться у них на площадке, то они берут, по-моему, там 15%. Вроде так это устроено. Вот. Здесь доставка, это Beverly Hills доставлял, а на агрегаторе они просто разместились. Соответственно, к времени доставки и вот таким вот вещам, типа, вот это все вопросы не к Delivery. Не к Delivery, а именно к Beverly Hills. А еще, кстати, они берут деньги за доставку. 300 рублей доставка. Я, опять-таки, не против этого, этого, если хотите сервис, то пожалуйста. 395 граммов бургер, чизбургер двойной, стоит 600, сука, 95 рублей. 695 рублей. Не рублем меньше. 700 рублей, давайте округляйся. 700 рублей стоит бургер. Ну как вот эти заведения, они любят добавить картофаны дешманского, и поставить ценник, какой хотим. Это как вот, как, знаешь, набор курильщика. Вот раньше было модно. Типа, в ресторане продавать пачку по цене адекватной невозможно, а пачку плюс спички можно ставить, какую хочешь цену. По-моему, до сих пор эта тема работает. Бургер. 603 грамма вместе с гарниром. А должен 395. То есть, что, гуд? Тогда нормально. Смотри, 600 граммов еды за 695 рублей не так шокирует. Двойной бургер. И вроде бы перестаешь даже как-то переживать из-за этого. Ох, ну слушай, тяжелый, да. Давай посмотрим, сколько отдельно бургер весит. Ради интереса. Тупо ради интереса. 472 бургер. И он, твою мать, действительно двойной. Тут у них не надо искать котлеты. То есть, тут столько мяса, что, в принципе, наверное, даже наоборот складывается впечатление такое, что мне страшно, обычно хочется укусить. А тут, как я это буду кусать? Реально здоровенный бургер. Очень вымокшая булка. Блин, ну это доставка, ребята. Ну, извините, сегодня доставка от Беверли-Хиллз, поэтому я буду говорить, все как есть, и оценки ставить с учетом доставки, не с учетом заведения. В общем, что тут? Прилипша, все прилипло, потому что все прослойно сыром. Снизу помидор, огурец, какой-то соус и вымокший салат. Опять-таки, салат тоже превращается в ничто. Я не знаю, как это кусануть. Блин, все такое липкое, липкое такое все. Че мне снимаешь? Опять будешь снимать? Все пишут, бля, хватит снимать, как по кашеварям кусает, бля, это противно. Ты все время камеру на меня. Тебе нравится, как я жру? Особенно в профиль вот эта ряха кусающая. Фу, блин. Погнали, погнали. Я реально переживаю, как это в меня поместится. Это невкусный бургер с сухим мясом. Видно, степень прожарки у них хоть на сайте и написано, по-моему. Они medium well, да, medium well. Но, возможно, когда это подается, это еще medium well, когда приезжается сюда, это well done, который прям вот самая крайняя максимальная степень well done. Хотя well done сам по себе уже крайняя степень. Такая прожарка котлет, она мне не нравится. Она более-менее усредненная, но в доставке это превращается просто в стельку. Пока доезжает, превращается в стельку. То есть вот эта вся влага, которая была в том числе и в котлетах, она переходит в булки, куда угодно, но она не остается в котлетах. Короче, очень сухо. Булочки при этом вкусные, несмотря на то, что мокрые. Я пытаюсь представить, какие они были до своего поражения. Вся остальная начинка очень банальная, ничего интересного. Бургер негармоничный. Количество мяса здесь и соотношение мяса с соусами, оно совершенно никак вообще. Вообще никак. Я бы такой бургер брать не стал. Это фриковая тема. То есть, ну, какой бы он ни был там дистерной, ну, понятно, можно в Бургер Кинге заказать там, по-моему, 15 максимум. Сколько там в котлете, не знаю, или 10. Ну, это есть невозможно. Это есть невозможно. Ну, нахрена тогда заказывать? Непонятно. Так, что с картошечкой? Ну, масло меняют в фритюре. То есть, вкус у них адекватный. Состояние абсолютно неадекватное, потому что, опять-таки, доставка. Вот вы мне пишите, да, типа, зачем ты заказываешь, если заведомо знаешь, что будет так? Во-первых, я заведомо не знаю. Я заведомо не знаю. Может быть, они с такой скоростью привозят, что просто не успевают все вымокнуть. Я не знаю заведомо. А с другой стороны, какого хрена я вообще должен об этом беспокоиться? Есть доставка. Она заявлена. Я ей пользуюсь и высказываю свое мнение. Почему нет? Почему я должен думать о том, что, блин, они, может быть, привезут плохо? Какого хрена? Я проверяю. Привозят плохо. Бургеры не возятся в доставке. В очередной раз подтверждаем. Ну, давай вот для примера посмотрим еще один бургер. Так, крылышки пока полежат. А вот бургер мы глянем сразу, чтобы тему с бургерами закрыть. 695 рублей. Черный чими-чури. Котлеты из говядины обжаренные на гриле. Майонез чипотли, сыр чеддер, купата. Купата? Еще и купата, ничего себе. Подается на черной булке. Подается на черной булке. И тут мы с вами видим первый обман, который обсудим сразу после взвешивания. Итак, спортсмены, выходим на взвешивание. 350 граммов заявлено, будет больше. 415. Красавчики. По весу хорошо. Ну, подожди, а давай бургер взвесим. Там про гарнир-то, в общем-то, особо ничего и не сказано. Бургер подается на черной булке, то есть в описании, в описании к этому бургеру нет ни слова про картошку в качестве гарнира. Соответственно, делаем выводы, что по бургеру черной чими-чури не довес. Картофель не заявлен, спасибо, конечно, что кладут, но лучше уж тогда соблюдать вес по бургерам. Итак, возвращаясь к теме введения в заблуждение, у нас тут нет никакой черной булки. У нас есть очень странный, серьезно, очень странный цвет. Она не серая, она серо-фиолетовая, то есть как вот это они, как они добились, Дим, видно на камере, что она вот, ну, здесь фиолетовая, а тут серая. Ну, видно, еще зеленоватая. Еще зеленоватая, да. Причем ощущение, что, знаешь, как будто бы это чей-то череп, и вот это вены проступают, понял, через него. Я, уникальный бургер, я такого цвета не видел. Я такой цвет, нет, видел, подождите, я гоню. Я, когда экспериментировал, дома готовил черные булки, и мы снимали рецепт черной мамбы из Бургер Хирос, у меня вот первые булочки получались такие, когда я мало добавлял активированного угля, короче, для цвета. Здесь вот та же самая история. Так, охотничья колбаса, о, смотри, тут нормально, кстати, бодрячком. Грибы, что это, белые какие-то, да, колбаски, колбаски, вот они, действительно, они внутри. Котлета, соус, где? Соуса я что-то не вижу. Ну, соус, видимо, вот он, да, чимичури, вот эта зеленая штука, это как раз оно и есть. И как будто бы здесь нет сыра, то есть я не вижу сыра. Дим, ты видишь сыр? Давай вот снимем нижнюю булочку, снимем верхнюю котлету и посмотрим, где сыр. Он где-то сныкан, тут какие-то кусочки сыра попадаются, но прям в таком явно выраженном виде тут сыра как бы и нет. Возвращаем все на место и давайте пробовать. Где тут максимальное количество всех ингредиентов? До завтра буду жевать, сухомятка, блин. Дим пока включал сейчас камеру, он попробовал этот чимичури, камнем упал. Это он сказал пять минут назад, сейчас камеру включает, говорит, до сих пор проваливается этот бургер. Короче, если из двух зол выбирать вот этот классический двойной чизбургер или черная вот эта фигня сухая, то я бы выбрал, конечно, классический бургер. Он хотя бы, хотя бы там есть соусы, какой-то намек. То есть бургер с двумя сухими котлетами, чтобы вы понимали, более сочный, чем черный бургер с одной котлетой. Уникально, уникально. Я не знаю, вот эти американские бургеры с толстыми котлетами, высушенными. Где, ну, то есть когда, когда закончится мода на это, я не понимаю. Я не понимаю. Хотя вот при этом, вспоминая Starlight, когда мы ели прямо в заведении, вот мне чизбургер, обычный самый простой чизбургер у них, понравился. Потому что там булочка как-то классно поджарена, соусов достаточно было. А здесь нет, здесь нет ощущения, что мне достаточно соусов, например. Ни в том, ни в том. В чимичури острый соус вот этот вот, где куча травок нарублено. И все, ну там еще бы что-то должно быть, чтобы это было съедобно. Ну ладно, давай коктейль попробуем. Я вот сейчас попробую как-то не заляпаться, потому что мы не помыли чашку. Прямо отсюда будем. Там, я даже открывать не буду. Ну конечно, коктейль Snickers, сколько он стоит? Сейчас я боюсь вообще шевелиться рядом с ним. Коктейль Snickers, изумительно орехово-шоколадный микс, приготовленный из мороженого, ну и так далее. Милкшейк Snickers, 450 миллилитров, 380 рублей стоит. Очень дорогой. Ну давай, насчет миллилитров проверим. Миллилитры не равно граммы, но тем не менее. Нормально. 420. То есть тут все наполнено, хотя и мимо пролито. Это мощь. Очень вкусный милкшейк, реально. Если... Блин, как давно это было? Давно был у нас Starlight. Потому что мне там многие писали, типа ты в Беверли-Хиллз попробуй, там тоже круто. Да, действительно, там тоже круто. То есть это очень вкусный милкшейк. Он не хуже, не лучше, по-моему, по моим вот впечатлениям, чем в Starlight. Хотя в Starlight, может быть, он немножко более ореховый такой вот по воспоминаниям. И у меня вообще, кстати, на канале есть рецепт. Че я? У меня на канале есть рецепт. Вот здесь можете посмотреть, вот здесь будет ссылочка. Прям нажмете и сделайте точно такой же, как ты. Потому что у Starlight потом ко мне добавились, друзья, администратор или там, ну как, директор. Она, наверное, этого Starlight уже после обзора. И я у нее, это, рецептик подрезал. Она мне по секрету дала его. Вот так вот, видите. А вам дают, директора? Ой, в смысле, рецепты, короче, вам присылали? Нет, а мне прислали вот так вот. И я его приготовил. Он действительно получился один в один, как там. И это классно. То, с чем еще, я считаю, не стоит терпеть, это луковый суп. Я обожаю луковый суп. Один из вкуснейших луковых супов, которые я ел, это во Фрайдис. Фрайдис готовит изумительный луковый суп. Тоже, кстати, американская бургерная. То есть, как бы, к бургерам у меня вопросы и у них есть. А к луковому супу там никогда нет вопросов. Офигенный луковый суп. Луковый суп. Карамелизированный лук, томленый в говяжьем бульоне. 290 граммов. Говяжий бульон. Это кайф. Нормально. 343. То есть, по луку перевес. Конечно, когда вот эта подача там, ну, типа, в горшочке, вот эта запеченная сверху, корка, корка хлебная, она гораздо лучше, чем вот как мне привезли. Но, тем не менее, мы за вкус, да. Луковый суп в приготовлении, он довольно сложный, на самом деле. Кажется, что такого? У меня тоже есть на канале рецепт. Можете посмотреть, погуглить. Его сложно. Потому что лук надо выжаривать, выпаривать вместе с вином. Это долгий процесс, там, подливание и так далее. То есть, в принципе, чтобы сделать вкусный карамельный вот этот лук, надо потратить время. Вот лук. Ну, тут он у них, слушай, он у них какой-то прям вот вареный, короче. То есть, вот такой вареный. Вареный тупо лук. И кусок сыра. Вот он, под хлебом вымокшим. Ну, короче, не для доставки. Вообще не для доставки. Давай попробуем по вкусу. И представим, что я как будто там, и как будто бы это все симпатично приехало. Так это, конечно, выглядит... Ну, просто, знаешь, когда от безысходности у тебя есть зачерствелая буханка хлеба. Есть, я не знаю, там, кубик кнор. Ты вот так замочишь, поешь, и нормально будет. Но выглядит, конечно, стрёмно. В целом, насыщенная штука. То есть, по вкусу нет никаких вопросов. По концентрации и прочим делам вообще абсолютно беспроблемный суп. Белое вино, приправы с хрустящими гренками и тающим нежным сыром. Подается с хрустящими гренками. Зараза, слишком хрустящие они. В общем, товарищи коммерсы, всех денег не заработаешь. Не заработаешь. Да, вы сейчас привезли мне размокшую какую-то штуку за 280 рублей. Заработали на мне, ну, я полагаю, где-то рублей 150. Может быть, чуть побольше. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, я, как человек, допустим, который иногда любит сделать выводы о месте по доставке, вряд ли придет к вам и закажет этот суп. А если бы вы мне его не доставили, а привезли то, что реально годно в доставке, и я бы к вам когда-то зашел, я, возможно, этот суп заказал бы у вас там. Он оказался бы вкусный. И я бы еще не раз к вам ходил. А так я к вам не пойду. То есть вы меня демотивируете вот этим вот сервисом, то, что вы мне решили это доставить, к вам ходить. Не самый плохой луковый суп по вкусу, но самый плохой по внешности. Такой вкусненький уродец. У них есть еще и сэндвич. Вот, например, сэндвич с курицей. Это называется сэндвич Philadelphia Cheese. 240 граммов плюс гарнир. Тут вот указан гарнир. 395 рублей. 390... Ой, точнее, 240 плюс 10. 340 и еще 50 граммов. Непонятно на что. Ну, небольшой недовес получается 40 граммов. Потому что там еще что-то на 50 граммов должно быть к этому бургеру. Philadelphia Cheese. Вот, ребята, Philadelphia Cheese. Эй, давай. Булочка из-под хот-дога. Тоже, чтобы вы понимали, она нахрен вся вымокла. И внутри мясо на гриле, короче. И внутри шавуха. Внутри шавуха. Никакого соуса, чего-то такого интересного там нет. Хотя, возможно, вот здесь вот, вот среди вот этих соусов есть какой-то соус, который все-таки не к начос, а, допустим, вот сюда, да. То есть что-то, что-то из этого я могу, по идее, добавить к этой штуке. Но какой-либо инструкции и четкого понимания у меня нет. Поэтому мы пробуем так, как они нам подали. Подается с салатом Коул Слоу. Где мой салат Коул Слоу? Картошку вижу, а вот с швейцарским сыром и в мини-багете. А вот, наверное, подожди. Вот это, наверное, сыр. Вот эта баночка. Она сюда. Похоже на швейцарский сыр? Ну, прям смотрю, явно швейцарский. Какой еще? Ну, вот. И, соответственно, здесь вот указание, что это соусы к начос, это некорректно. Потому что здесь что-то есть еще и не к начос. Давай вот распределим вот этот уже расплавленный почему-то сырок вот здесь вот. Возможно, вот так вот станет хорошо. И бахнем. Но вопрос с салатом Коул Слоу у меня остается. Где он тупо? Просто прокомментируйте. Мне после каждой еды надо идти мыться, короче. После каждого пункта. Почему? Почему они делают так? Я не понимаю. Я не понимаю логики. Если ты готовишь как бы сухое мясо в виде котлет, в виде вот здесь курицы пожаренной. Добавь соусов. Добавь соусов и все будет зашибись. Никто даже не заметит. И я бы, наверное, не заметил. Но это булка вообще без соусов. Тупо пожаренным мясом и там какими-то перчиками внутри. Сверху дополнительно посыпано сыром. Вкусным, кстати. Вкусный швейцарский сыр. Прям вообще огонь. Оценил. Ну, это дикая сухомятка, еще и мясо пересолено. Еще и булка вымокшая. Беверли-Хиллс. Ну, то есть, серьезно, я человек очень добрый. Из ролика в ролик говорю. Я самый добрый обзорщик. Ну, вот это вот. Ну, то есть, я просто сейчас просерил денежки. Нет, я могу это съесть. Я полью кетчупом на крайняк и съем эту штуку. Если булка там не развалится окончательно. Ну, просто в чем идея? Или вот из этих соусов я что-то должен был догадаться, добавить? Как? Тогда подпиши. Расскажи. Вот здесь вот. Там напиши на баночке здесь плюс соус. Или здесь напиши соусы к начос. Плюс к хот-догу. Или как он там называется. Плюс к бургеру. Ну, хотя бы так. На баночке напиши хот-дог. Или там бургер. Ну, чтобы я понимал. Вот вы мне привезли конструктор. Это то же самое, что собирать мебель из Икеи без инструкции. Хотя это довольно просто. Мебель из Икеи собирается гораздо проще и очевиднее. А тут нет очевидных вот этих моментов. Поэтому, возможно, я оценил вкус. Недоделанной истории я мог бы доделать и получить кайф. Но это ваши проблемы. Это отстой. Это отстой, за которую я заплатил. Я извиняюсь. 395 рублей. И где мой салат колл-слоу? Ладно, у нас еще палочки моцареллы. Ну, блин. Здесь вот соус лежит прямо внутри. Смотри. Палочки моцарелла. Жареные во фритюре сырные палочки. Подается соусом маринара. Вот он. И овощным салатом. Вон он. Овощной салат есть. Соус есть. Наконец-то у нас полноценное блюдо. 350 рублей стоит. Палочки. 258 граммов. А должен 180 плюс 50. Плюс 75. Итого считаем. 35 граммов. У нас 258. Недовес. С учетом коробок. То есть, я уже даже не вычитаю коробочки. Вот это все. Минус 10 граммов. Минус соусник. Где-то, наверное, граммов 8. Итого. Вообще нормальный недовес. Итак, палочки, моцарелла и салат. Палочки. Три штуки. Окей. Хотя бы не две. Спасибо, что не зажали. И салатик. Смотри. То есть, тут. Ну, просто что было, то и положили. Да, видать. И залили все это каким-то соусом. Причем не просто майонез. А, ну, типа, тысяча островов. Там какие-то специи видны. Палочка уже вряд ли тянется. Да. Ну, окей. Это не важно. Попробуем, как оно есть. Вместе прям, давай, с соусом. Понятно, что они хрустеть должны, как бы. Я даже уже не требую этого. Вот. То есть, я, если представить, что они там вот подались, они будут хрустящие. Нормальный сырок такой, нейтральненький. Очень вкусный вот этот соус томатный. Классный. Вот его бы вот в какой... В любой из бургеров добавить. Очень вкусный соус сделали. Молодцы прям. Красавчики. И вот этот салатик, хрустящая пекиночка. Нормально. В общем, первое блюдо, наверное, к которому у меня нет вопросов. Палочки, салатик, соус. Все на месте. Съедобно, вкусненько. На месте съесть можно. Стоит, конечно, дорого. Я не знаю, почему за вот закуски всегда берут дорого. 350 рублей за 300 граммов. Ну, в принципе, может и ничего. То есть, если бы это все было соблюдено по граммам, может быть, я сказал бы, что ничего. Но у нас все-таки 50 граммов недовесно. Ладно, что у нас еще? Давайте еще вот закусочные темы. Еще закусочные темы. Это луковая башня. Естественно, у нас не в формате башни. У них так называется это. Луковая башня. 250 и 50. То есть, тут аж два соуса у нас. 300 граммов. О, смотри, тут навалено от души. Тут перевес. И вот много-много луковых колец. Конечно, в луковых кольцах классно, когда они тоже хрустят. Но сам заказал, сам и мучайся. 345 рублей. Два ярких соуса. Пишут ребята. Один соус. Оу-оу-оу-оу-оу. О май гад, что это? Сейчас будем разбираться. И второй барбекю явно. Соус какой-то. Да, тупо барбекю. Тупо покупной. Давай первый белый попробуем. Луковый майонез, короче, первый соус. Ну, то есть, в майонез и туда добавлен луковый порошок. Вот весь соус. Яркий, базара нет, но невкусный. Да, я другое колечко попробую. Нет ничего хрустящего в этой истории, конечно. Знаешь, Дима, знаешь, какая мысль в голову пришла? И с вами поделюсь. Возможно, возможно, они делают всю свою еду настолько сухой, для того, чтобы продавать напитки. Ну, потому что невозможно. Без напитков у них есть ничего практически. Все нужно запивать. Ты понимаешь? Сухой бургер. Сухой сэндвич. Сухой второй бургер. Сухие кольца. Луковые кольца, они высушили в хламину. То есть, даже после того, как они приехали сюда, промокли, перестали быть хрустящими и так далее, они превратились в жесткую сухомятку. Ну, как это возможно вообще? Отвратительно приготовленные кольца. Беверли Хиллз. Вы это делаете специально, я понял. Ну, реально специально. Но вы меня тогда предупредили, когда ваш администратор звонил, сказал бы, вы знаете, рекомендуем заказать вам бутылочку Кока-Колы. Потому что запивать коктейлем Сникерс у меня возможностей нет, благодаря вашему доставщику. Да и если бы я запивал, это, конечно, была бы не запивка, а дополнительное зажирание жрачки. Вот так вот назовем это. Потому что это очень калорийная штука. Вот выпьешь такой коктейль, на день хватит. Ну, ладно. Давай, у нас еще есть крылышки. Вот у нас из закусок, да, тут всякого напокупали мы. Подаются с морковными палочками, картофельным салатом, и соусом раньше. Не, я серьезно ищу картофельный салат. Я серьезно ищу картофельный салат. Нету. То есть, ну, это типа норм. Там не положить коуслоу, тут не положить салат, а вось никто не заметит. Ну, у вас написано в описании, что это должно быть. Да вот он же! Это картофельный салат, честное слово. Это картофельный салат, два куска картошки. В этот соусник они поместили картофельный салат. О-о-о, боги! Полная комплектация, полная. Ты посмотри. Но, опять-таки, нет, да, морковных палочек. А, и соусом раньше. Соус раньше уже вмешан. Дай я его попробую. Слушай, настолько он от меня прятался. Я думал, там реально соус, который надо замешать именно с морковкой. Нет, там картошка. Слушай, картофельный салат. Картошка, лук и мазик. О-о-о, кстати, я чувствую привкус сельдерея. А вот и кусочек сельдерея. То есть, нормально к картошке. Слушай, раньше не терпеть не мог сельдерей. Вот, по крайней мере, в бульон до сих пор стараюсь не добавлять. А вот так ем, мне иногда нравится, когда он попадается. Зашибись! Картофельный салат реально вкусный. Лучок, сельдерей, картошка и мазик. Ну, соус раньше там, да? Мазик и мазик, в общем. Ладно, крылышки. Кстати говоря, неплохо сделано. Вот тут вот они особо не пересушили крылья. Пожарили нормально. Соуса чуть маловато. То есть, не чувствуется, как бы, прям соусность, да? Мне нравится, когда они прям блестят, эти крылья. Тем не менее, годно. Да, то есть, вот это съедобно. Вообще, вот эта тема, она съедобна. И картофельный салат. И морговные палочки. И, в принципе, крылья. Но 445 рублей. Не, 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 не. Давайте разбираться с начус. Так, все, успокоились. Теперь мы будем разбираться с начус. Разбираться с начус, а там особо разбираться и нечего. И с соусами к начус. Давай изучать. Кукурузные чипсы есть, лежат, молодцы. Покрытые тягучим сыром. Видимо, он. Сырным соусом. Сдобренные миксом из овощей. Видимо, он. И все, в описании все. Но это все соусы к начус. И, в принципе, смотря на картинку, я понимаю, что гуакамоле сюда подходит. Соус какой-то томатный тоже сюда подходит. А вот, да, вот. И белый соус тоже сюда подходит. Все. То есть, это действительно была банка соусов к начус. А все остальное, точнее, вот эта одна баночка с сыром, она действительно была к тому самому непонятному хот-догу. В принципе, мне это нравится. Смотри, сколько всего интересного, а. Зашибись. Очень симпатично смотрится. Стоит такое, блин, 445 рублей. Начус. Обычный покупной деличадос. Если у них хотя бы и соус, вот этот же деличадос, то хвала им, потому что мне он нравится. Соус кеса у них действительно вкусный. А если какой-то другой, то не факт. Если бы это был соус кеса от деличадос, было бы лучше. Соусы они, похоже, делают сами. То ли, то ли покупают, но какой-то мне неизвестный соус, в общем, невкусный он. Слушай, насколько крутые у них томатные соусы. Вот этот похож на маринара, но не маринара. Уксус, томат, сладость, кислость. Вот это все одновременно зашибись. Очень вкусный соус. И чесночок, и травки чувствуется. Так, гуакамоле. Пахнет ничем. Давай. Тоже круто. Гуакамоле вкусный. И вот этот белый. Видимо, чесночный. О, гуакамоле остренький такой. Острее, чем, кстати, сырный. Сметана. Ну что, на самом деле, отличный светофор. Смотри, красный, желтый, зеленый, хороший светофорчик. Хорошие кукурузные чипсы, хоть и покупные. Все нормально. Стоит за облачные деньги, конечно. Но все, что кушается долго, оно стоит всегда дороже. А на час можно растянуть, ну прям на полфельмица легко вообще. Короче, это тоже нормальное, полноценное блюдо. То есть, к нему нет вопросов. Все нормально. Все хорошо. Без базара. Но в целом, вопросы. Беверли Хиллз, 90-210, а? Брэндон. Классная у него была прическа. Помните? Смотрели сериал? Или вы слишком молоды для того, чтобы помнить этот сериал? Я смотрел. Я как раз-то, это были времена моей молодости. Детство, юности точнее. Потому что я и сейчас молодой. Хоть и и старый. Хороший был сериал. Ладно. У нас напоследок Цезарь. Все по классике. 220 граммов. Цезарь. А, у них, кстати, есть Цезарь. А есть Цезарь с курицей. Вот я купил просто Цезарь. Потому что я, честно говоря, люблю тупо, чтобы соус был вкусный. Остальное мне не важно. 260 граммов. А должно 220. По Цезарю никаких вопросов. Здесь два соуса. Внешне очень схожи с тем, что я хотел бы видеть. И тут салатик. Класс. Вот этот Цезарь, смотри. Это классический Цезарь. Правда, сырок у нас немножко... На имбирь похоже. На белый имбирь у нас, да, Дим? А? Как имбирь в суши. Смотри, хороший этот грюер какой-то, да? Хороший сырок. Без понтов. Не пармезан. Без понтов нормальный сыр. Мммм. 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 Вау. Серьезно, что ли? Серьезно? Так хорошо пахнет этот соус. Я вам отвечаю. Отлично пахнет соус. Аж две баночки. Ну, спасибо. Ну, угодили. Дядьки, а? Дядь доволен. И все, реально ничего не надо. Вот эти всякие курицы. Возьмите на вооружение делать обычный классический цезарь. Серьезно. Просто сделайте вкусный соус. И можно тупо листья салата продавать. И люди покупать будут. Я бы покупал. Пчунья, смотри, хрустящий салатик. А ну. Шикарно, Вася. Я серьезно, я без сарказма. Это очень вкусный салат. Хрустящий. Хрустящие листья. Обычные нормальные гренки. И вкусный соус. И сыр вкусный, пусть и не пармезан. Отличный салат. Я ставлю этому Цезаревых. А у нас теперь меряется в царях. От нуля до десяти. Десять царей у шоколадницы. Девять с половиной царей ставлю этому салату. Реально вкусный. Все. Все. Ничего не надо. Сделай хороший соус. И ты получишь девять с половиной царей. Реально. За сегодня. За сегодня. Это первое вкусное блюдо. Реально. Вот серьезно. Это первое вкусное блюдо. Но то, что мне понравилось от Цезаря, в целом не скажется на моем мнении о Беверли Хиллз. Которое я и так уже высказал по ходу обзора. И я еще раз резюмирую. Когда будем выставлять оценки. А выставлять оценки мы будем ровно сейчас. Сорок три с половиной балла. Ну это приблизительно где-то там внизу, короче говоря. И действительно по ощущениям у меня все сходится. Это где-то внизу. Это то, чему я не ставлю лайк, безусловно. То есть я в Беверли Хиллз не ходил. И видимо не зря не ходил и не пойду. То есть какой-либо мотивации. Это же доставка, это же реклама. Ты доставил человеку и он возможно когда-то к тебе зайдет. Попробовать. Посидит у тебя там в кафешке. Закажет куча всякого. Много запивки. Но не в данном случае. Нет, я не пойду. Если например с рестораном Топчан еще. Может быть у меня были какие-то мысли. Что типа ну может быть я бы зашел. Потому что кальяна захочу например. То тут у меня нет вообще никакой мотивации. Что я могу захотеть из этого перепроверить. Бургеры вкуснее не станут. Крылья тоже. Хотя они ничего. Луковые кольца они научатся жарить. Да что-то маловероятно. Ну давай по оценкам ладно. Цена 2. Дорого. Вкус качества 2. Невкусно. Соответствие 1. Не положен салат. Не положено там еще что-то. И недовесы. Вот все. Кое-где правда и перевесы были. Возможно я просто злой сейчас. Сервис 3. Ну во-первых салфеток побольше. Давайте учитывая что у вас все такое жирное. И надо все время обтираться. И пролитый коктейль. Ну то есть вот ваши решения которые вы принимаете относительно доставки. Они неправильные. Это тоже относится к сервису. То есть вам плевать на то что ваш коктейль может приехать в черте в каком состоянии. Ну хотя бы попытайтесь его довести нормально. Заклейте вы зараза вот эту верхнюю крышечку. Приклейте ну то есть дырку в крышке. Саму крышечку приклейте. Сделайте капсулу короче. Вы же не попытались даже. Температура 3.5. В принципе тепло. Поэтому 3.5. Лайк конечно же нет. Ну и еще раз давайте резюмируем. Если вы спросите меня. Пойду я в это заведение когда нибудь. Я отвечу вам словами великого. No God! No! No God please no! 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 Конечно же нет. Всем спасибо. До скорых встреч. Беверли Хиллс от 100. Не сериал. А сериал отличный был. Сериал отличный. А вот ты тут смотрел сериал? А ты уже. Ты молодой блин. Ты че не знаешь кто такая Бренда? Не знаешь кто такая Бренда? Стив. Брэндон. Вот это баба с сиськами. Не помню как ее. Что ты думаешь? Брэндон. Брэндон. Продолжение следует...